Открывшийся в Артёмовском городском округе консультационно-мотивационный кабинет «Уралец» – это не просто офис, в котором можно получить совет специалиста по борьбе с наркотической зависимостью. Для кого-то он может стать первой вехой на пути отказа от гибельной привычки – возвращения к полноценной жизни. Нередко можно слышать мнение о том, что определенные наркотические вещества сильнее или слабее по силе своего воздействия, степени привыкания и уровню вреда для здоровья. Однако это далеко не так. И специалисты, которые тщательно разобрались в проблеме, утверждают – не бывает безопасных наркотиков. Все очень просто. Что такое заболевание, да, именно как химическая зависимость? То есть это зависимость, которая формируется в ходе употребления любых веществ, которые меняют сознание человека. Это может быть любой транквилизатор, это может быть любой препарат лекарственный, который так иначе влияет на сознание человека. Алкоголь, наркотические средства. То есть много различных вещей. И действительно, да, там может быть существует период возникновения зависимости, период последствий, да, после употребления какой-то, ну, разный у них, он в этом, да, отличается. Но ведь суть сама в том, что человек, что начинает делать? Он начинает возвращаться к этому для чего? Он просто убегает от реальности, убегает от каких-то проблем, ищет в этом какое-то счастье, может быть, какое-то удовлетворение. Когда этот процесс возникает, постепенно, да, то есть он может с чем столкнуться? Он может потерять над этим контроль. И у него возникает уже проблема, да, то есть возникает болезнь, да, зависимость. Он уже не может контролировать процесс употребления, поэтому, знаете, гадать, там вот, там, допустим, каннабиноидные наркотики, или сейчас какие-то, да, химические, что быстрее вызовет зависимость, да, или кто-то там строит иллюзии, что там вот легкие наркотики, можно их долго употреблять. Любое вещество, которое попадает в организм, которое способно поменять сознание, так или иначе, оно отражается на именно росте вот этой проблемы зависимости. То есть тут уже вопрос просто времени, на самом деле. Любой человек может с этим столкнуться, на самом деле. То есть рисковать, как бы, ну, ради бога, у всех есть выбор, на самом деле. Поэтому говорить, что вот это можно и нельзя, это легче или тяжелее, это, ну, я считаю, это бессмысленно. То есть любое вещество, которое попадает в организм, так или иначе, оно наносит ущерб. Даже тот же алкоголь. Любой, там, да, ну, неважно, крепкий, не крепкий, он так или иначе, все равно наносит какой-то урон и вызывает какое-то привыкание. Человек к нему тянется. Поэтому просто наступает момент, когда человек теряет контроль и уже становится слишком поздно. И рисковать, играть с этим огнем, как бы, ну, я считаю, ни к чему. То есть и в данном случае вот это выражение, там, легче, но это всего лишь оговорки, не более того. То есть, ну, желание продолжать употреблять что-то. Напоминаем, что групповые занятия в консультационно-мотивационном кабинете «Уралец» могут посещать жители всех близлежащих населенных пунктов Восточного управленческого округа. А направление на лечение в реабилитационный центр «Урал без наркотиков» можно получить, обратившись к участковому врачу, психиатру-наркологу по месту жительства или непосредственно в само амбулаторное отделение в Екатеринбурге. Мы продолжим рассказывать о работе реабилитационного центра «Урал без наркотиков» и его офиса в Артемовском городском округе. Если вы хотите узнать ответ специалистов центра на интересующий вас вопрос в эфире телерадиокомпании «Альтекс.Медиа», пишите нам на электронный адрес, который вы видите на экране. Продолжение следует... Продолжение следует...